Начало лета, пора проверки готовности госучреждения к чрезвычайным ситуациям. В случае возникновения угрозы пожара или другой опасности, персонал организации должен хорошо знать, как действовать в конкретной обстановке. А самое главное, помочь посетителям или подопечным быстро покинуть помещение. Такие тренировки сейчас начнут происходить в том числе и в летних лагерях на базах районных школ. Но сегодня тревога пока звучала в Зеленогорской поликлинике. Оперативно покидали помещение сотрудники и пациенты поликлиники 69. В медицинском учреждении сработала автоматическая система оповещения. Сороковая больница, к которой относится и поликлиническое отделение в городе Зеленогорске, подобные мероприятия проводит на постоянной основе. В Росквартал обязательная проверка всех систем пожарной безопасности в нашей поликлинике проходит. Огонь как явление, как процесс – это великое благо для человечества. Но при неправильном обращении с ним он может превратиться в стихию. Наша задача – уметь правильно с ним обращаться и особенно правильно обращаться тогда, когда он в эту стихию превращается и когда от тебя зависят жизни других людей. Именно для этого мы в нашей поликлинике и проводим тренировки. По легенде, возгорание произошло в одном из кабинетов медучреждения. Согласно инструкции, поступил звонок в пожарно-спасательный отряд Зеленогорска. Была проведена эвакуация 93 пациентов, в том числе двоих маломобильных посетителей поликлиники и 35 человек медицинского персонала. Огнеборцам предстояло обнаружить и спасти оставшихся в горящем здании людей. Докладываю, сегодня в 12.10 произошло возгорание в 212 кабинете. Мы начали эвакуацию. Судьба одного человека неизвестна. Согласно сработала на втором этаже? Да. 224-5 динам. Да. Клиника. Все, начинаем работать. В ходе обследования здания сотрудникам МЧС удалось обнаружить человека, который не смог выбраться из огненной стихии самостоятельно. Пострадавшему были обеспечены условия для вывода через задымленное помещение с помощью дыхательной маски, которую используют огнеборцы в реальных ситуациях. В результате оперативных действий пожарных и сотрудников скорой помощи при проведении данной учебной тревоги пострадавшему была оказана необходимая помощь. Сегодня мы проводили тренировку по эвакуации как раз в случае возникновения пожара. с привлечением войсково-спасательного пожарно-спасательного отряда Зеленогорска, который нам оказывает огромную помощь в этом вопросе. Была проведена тренировка. Все службы отработали на отлично. Проверяется правильность действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Куда звонить, что говорить, какую информацию предоставлять. И самое главное, отрабатывается навык действий чрезвычайных ситуаций.